Вспомним несколько хадисов перед чтением Корана. И шейх Муслим передали хадис от Абдулла ибн Амр ибн Ааса, да будь довольна Аллах Тааля, имя обоими, Абдулла и сын, и Амр ибн Ааса, отец. Значит, вот этот Абдулла говорит, что некий человек, Аллах Алям, имя его не упоминается, пришел к посланнику и сказал, Айюль Ислами Хайр, а алейкум ассаляму, рахматуллаху, баракату, айюль Ислами Хайр, значит, что есть в Исламе самое хорошее, можно так перевести, или можно перевести, айюль Ислами Хайр, какой вид покорности перед Всевышним самый лучший вид, так тоже можно перевести. На что Расулуллах Ассалям ответил, Тутаимут Таам, это когда ты кормишь пищей, Ватақрау Салям, и когда читаешь мир, Салям, Аля ман Арафта, тем, кого знаешь, Ва ман лам Таариф, и тем, кого не знаешь. Значит, два дела здесь, на два дела указал Расулуллах Алии Салям об Исламе, Самые хорошие дела, или самое лучшее проявление Ислама, Это когда ты кормишь кого-то, Угощаешь. Вот некоторые, я знаю, из вас, Идут и птичек кормят. Зимой особенно это актуально. Ну, сейчас есть букашки, таракашки, Всякие зернышки, а зимой ничего нету, снег. И их кормить большой сова. Мы не знаем, может быть, какая-нибудь из них прилетит в судный день, И скажет, Аллах, прости его, он меня кормил всю зиму. А намаз, Аллах, принят, не принят намаз наш, Мы еще не знаем, неуверенный. Мы не знаем, что может спасти человека. Поэтому Расулуллах Алисанасалам в другом хадисе говорит, Из благого ничем не пренебрегай. Кто-то может сказать, а чего там птиц кормить, Это же ерунда. Они себе найдут еду. Они такие-секие, они шустрые, особенно воробьи. Но, может быть, вот это одно зернышко Тебе в судный день спасет. Самое главное, да? Да. На весах все это будет взвешиваться на весах. Первое, значит, кормить пищей. Кого кормить не сказано, хоть кого. Сам себя корми, тоже хорошо. Голодных не ходи, не жадничай. Семью корми, жену, детей корми. Папу, маму корми. Брата, сестру корми. Птичек корми. И некоторые большие бизнесмены есть, альхамдуллах. Весь Рамазан кормили людей. Какие-то эти раздавали коробки с едой. И так далее. Почему? Потому что, если кушать не будешь, это как машина. У тебя, например, крутой какой-нибудь там, не знаю, автомобиль. Джип, не джип. Если бензин не заливать, от него какой толк? Это груда металлолома. И человек тоже так. Надо бензин заливать. Бензин наш в чем? Еде. Покушал, и потом настроение поднимается. И можно ехать, идти куда-то, чем-то заниматься. Правильно? А если не покушал, бывает очень неприятно. Больно. В животе больно. Настроения нет. О чем-то другом уже не думаешь. Как бы покушать только думаешь. Правильно? Аль-Хамду лиллах, аль-Хамду лиллах. Что мы в такое время, в сытое время живем. Все есть. Хлеб есть. Любые фрукты есть. Зимой приходишь, виноград покупаешь. Летом приходишь, апельсин покупаешь. Раньше такого не было. Зимой только апельсины кушали. И то на Новый год. И виноград, чтобы зимой виноград кушать, это вообще не такое себе... Какой виноград? Яблоко не было зимой. Был такой вот сухан и баренги. Это лук и картошка зимой. Потому что это только же... Это же осенние, летние же это продукты. Правильно? А сейчас Аллах Алям, как так? Я не знаю, наверное, с другой конца планеты привозят. На фурах, на самолетах. Там потому что тепло. Все есть. Все больше есть. Хамду лиллах. Тут имутаам. Значит, первое надо кормить. И второе. Тақра ас-салям. Читать салям. То есть говорить ас-саляму алейкум или создавать ас-салям. Это еще не только ас-саляму алейкум. Ас-салям это значит мир, мир. Создавать атмосферу спокойствия, мира безопасности. Вокруг себя не надо никого пугать. Иногда человек бывает сыт по горло, но чего-то боится. Чего боится? Вот сейчас придут, вот сейчас заберут. Вот сейчас мое богатство отнимут. Вот сейчас мои враги придут, мстить будут мне. И не можно спать даже. Бывают такие люди. Спокойствия нет. Спокойствия, если нет, от еды вкуса не найдет человек. Будет самый вкусный, икру кушать. Скажет, это какой-то соленый, и не нравится. Почему? Потому что спокойствия нет. Да. Поэтому вот здесь, Расул Аллах сказал ас-салям, второе важное это дело в исламе, это создавать спокойствие, мир. Ас-салям. Ас-салям. Кому? Ман арафт, аман лам тарф. Кому знаешь, кому не знаешь. Всем говори ас-саляму алейкум, ас-саляму алейкум, ас-саляму алейкум. И не пугай, не создавай страх. Поэтому всем говорим ас-саляму алейкум, хошкиль депсес, добро пожаловать всем, кто пришел в поисках знаний. Мира вам. Ну все, узнали очень хороший хадис. Теперь будем читать Кур'ан Кири. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Тай, страница 145, но чуть-чуть я вперед прошел, мы остановились на другой странице, 135 кажется, 135 мы остановились, 138 было, но я чуть-чуть вперед еще почитал, 145 начнем, хорошо? 145, сура Ан-Ам, аят 131. Сура 6, аят 130, связанный друг с другом, 134, последний аят этой страницы, сура 6, аят 130, Аллах говорит, Сура 7, Аллах говорит, Сура 7, Аллах говорит, Сура 7, Аллах говорит, Сура 7, Аллах говорит, Сура 8, Аллах и啊стан. Суру 9, Чистоак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Вот разве такого не было? Разве Мухаммад, Расул Аллах, Иса, Муса, и другие, и другие, и другие, и другие пророки не приходили, не говорили, есть судно-день, есть джаннат, есть джаннат, есть встреча с Аллахом, есть ответственность перед Ним? Приходили? Мы не можем это отрицать. Вот Кур'ан есть, хадисы есть. Правильно? Тогда ответят, это уже, наверное, будет судно-день, тогда ответят джины и люди, мы свидетельствуем против самих себя. Да, приходили пророки. Ну и что? Почему вы не последовали за ними? И Аллах сам отвечает, почему? Потому что ближайшая, нижайшая жизнь их соблазнила, их совратила. Думали, что будем жить вечно, но жизнь, она скоротечна и далеко не вечно, она ограничена. И таким образом они засвидетельствуют против себя, о том, что они были неблагодарными и неверующими. И, конечно, заслуживают наказание. Почему так произойдет? Почему Аллах у них спрашивает, разве пророк не приходил, разве так не было, разве так не было? Потому что Аллах есть такой закон, что он ни в коем случае, твой Господь ни в коем случае не будет наказывать или подвергать гибели поселения, билгульминь из-за грехов, из-за несправедливости, в то время как жители этого поселения не осведомлены. Значит, если пророк не пришел бы, если сведения не пришли, знания не пришли, то ответственности нет. А если есть, значит, будешь отвечать. Да, какая-то такая песня была, это мы не проходили, это нам не задавали, эти дети троллевали. То есть, эта песня детская, да, но в ней есть смысл большой. Там дети двойки не хотят получать. И говорят, нам это не задавали, мы это не проходили, мы ничего не знаем. Хотя уже задание было, учителя им объясняли все. Предупреждали, что будет экзамен. Они говорили, нет, мы в теле теле троллевали. На урок не приходили, гуляли там где-то, в кафе-мафе сидели, а теперь двойки не хотят. Хотят, чтобы пятерки поставили. Ну, так не бывает, да, выбор. Раз ты в школу записался, надо ходить на уроки. Пророки, они учителя. Амад Расулла так говорит, Савелла Салам, «Иннама бу'итта му'алиман» «Аллах отправил меня, учителя, для человечества». И поэтому на уроки пророческие надо приходить, слушать, что сказал Аллах, что сказал Пророк. Если уроки пропускаешь, значит, сам виноват будешь. Далее, Аллах говорит, «Ва ликуллин дараджату мимма амилю». И каждый получит степени из того, что они делали. Вот, если в этом мире мы расплачиваемся рубль, или сумуни, или тенге, или еще какие деньги есть? Доллар. Доллар, самый главный доллар сейчас на свете, Саван Аллах. Одна зеленая бумажка. Евро. Евро тоже, да? Одна зеленая бумажка всем делает. Долову пудрит, Саван Аллах. Динар, Куэйт, Куэйт динар. Динар, Куэйт. Образа, говорит, самая крепкая валюта, говорит, динар. Куэйтский динар. Аллах халям. Аллах халям. Аллах халям. Вот, значит, здесь мы расплачиваем динар, доллар, рубль, суммуни, пуль, сумму и так далее. А в Ахирате что будет? Валюта какая будет? Валюта? Дила. Да. Дила. Дила будет, наша валюта будет, иншаллах. Вали кулинин дараджатун мимма амилю. Каждый получит степень, соответствующие его дела. Вот, например, здесь, если у тебя денег много, альхамбилля, миллионер, триллионер, то покупаешь, например, билет на пятизвездочный отель и там отдыхаешь. Хорошо. Правильно? Если денег мало, трехзвездочный. Если вообще нет, то на скамейке где-нибудь будешь спать. Правильно? А в Ахирате то же самое, оказывается. Только там валюта другая. Там валюта это благие дела. Просим Аллаха, чтобы Он принял наши благие дела. И простил наши грехи. И твой Господь, о Мухаммад, не является гофиль. Гофиль это значит невнимательный. Не является твой Господь невнимательным к тому, что они делают. Наоборот, Аллах очень внимательный. Все видит, слышит, фиксирует. Ангелы записывают. Земля, по которой мы ходим, записывает. Вот. Все Аллах-Тааля это учитывает. «Ва-Раббу каль-гани и знай». У Мухаммада, салям и все мы должны знать, что Аллах, Он богатый. «Зур-Рохма» – Владыка милости. Аллах абсолютно не нуждается в наших этих хороших делах. Это ему не надо. Если бы, говорит, все люди от первого до последнего стали, как самый лучший человек, как Мухаммад, салям и все были бы, это бы ничего Аллаху, никакой богатства это не принесло. Никакой этого пользы Аллаху бы не было бы. Или наоборот, если бы все люди были самыми плохими, как Абу-Джагль все стали, то это бы тоже не уменьшило из богатства Всевышнего. И чем бы это им не навредило, Субхану Ха-Тааля. «Оль-Зани» – Он богатый, самодостаточный, «Зур-Рохма» и обладатель милости. «Ине-Шай-Юз-Гип-Кон» – Если он захочет, может вас убрать откуда? Из сценария жизни. «Ине-Шай-Юз-Гип-Кон» – Если он захочет, может вас убрать отсюда, из этого театра, который называется «Жизнь». Мы в нем артисты. Каждая своя роль есть. «Ва-Ястахлиф мим ба'дикум ма яша». «И Аллах, если захочет, заменить вас другими теми, кого пожелает». «Подобно тому, как он вас вырастил из потомства другого народа». Вот до нас, например, был Советский Союз. Говорили Бога – нет, религию опиум для народа, построим коммунизм, магазин – заходи, бери, что хочешь, работай, каждый работает. Работает так, как хочет. Где они, коммунисты? Это такие люди, которые так говорили. Нету, Аллах их убрал из сценария жизни, принес других. Вот мы их потомки. Правильно? И также, если мы будем бездельничать, имеется в виду, на пути Аллаха не служить, Аллах нас убирает и других принесет. Если, например, артист плохой, то ему что? Найдут замену. Правильно? Аллах, не заменяй нас другими, о Аллах. Используй нас в том, чем ты доволен. То, что вам обещано, обязательно придет. Аллах обещал раль, обещал ад. Обещал победу пророкам и их последователям. Это обязательно придет. Победа, успех обязательно придет. И вы не сможете ослабить Аллаху. Скажу Мухаммаду, о народ мой, действуйте на своих местах. Я тоже действую. Я действую на пути Аллаха, вы действуете на пути, не зная кого. И скоро узнаете. Тот, кому будет хороший исход. У кого хороший будет, скоро узнаете. И знаете, что тираны, грешники, несправедливые, они успеха не добьются. Может быть, какое-то время, будет у них успех, но в конце будет плохо. И наоборот. Те, кто совершает благие дела, придерживаются принципов справедливости, правды, верного пути, и у них, иншаллах, иншаллах, хороший конец будет. Аллах обычно об этом во многих других аятах тоже обещает. Из Курана, из хадисов мы знаем, что... Хороший конец будет тем, кто соблюдает закон Аллаха, кто живет в рамках, установленном Всевышним, и боится ответственности перед Аллахом. У кого есть таква, у них будет, иншаллах, хороший конец. Хорошо, теперь вас послушаем. Сегодня что-то я много говорю. Слава Аллаху. Гроза. Фалтаг. Слава Аллаху. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 кого-то, кроме Аллаха. Ведь Он Господь всякой вещи. Чтобы душа, чтобы человек не совершал, это будет свидетельствовать за него. И одна душа не понесет тяжести другой души. Та же будет отвечать сам за себя. Затем вы вернетесь к Господу вашему. И Он сообщит вам о том, что вы разногласили. И Он сделал вас наместниками на земле. И вознес одних над другими, чтобы испытать вас в том, чем Он вас наделил. Воистину, ваш Господь быстр в расчете. Воистину, Он очень прощающий и очень милосердный. О, Аллах, прости, помилуй нас над землей, под землей и день встречи с тобой. Аминь. Вау, Аллахамдиллахи раббил алиминь. Усулахи фейлии. Аллахамдиллахи. Усулахи фейлии.